Да, друзья, я снова в Петербурге, в магазине StereoZone, где можно послушать невероятные хай-фай, начиная от трансротора и заканчивая электростатами. И слушаю я здесь альбом величайшего грузмена Джона Ли Хукера. Зацените, какое издание у меня. Это же не просто так. Двойник аудиофильский. На самом деле, в оригинале это одна пластинка, но здесь две пластинки по 45 оборотов, 180 грамм, всё как положено. Analog Production для импульса. New Wave of Jazz. О джазе и поговорим. И да, пластинку эту я оставляю, естественно, в стереозоне, чтобы вы в любой момент могли сюда прийти послушать, как идти по ссылке в описании. Так вот, для меня этот альбом самый главный у Джона Ли Хукера. Дело в том, что вообще-то раннего Хукера очень мало кто слушает. Все же сразу же вспоминают его альбомы, записанные в 80-е, когда Индустрия Звука Записи его как-то взяла на карандашик и его раскрутили, как такую невероятную звезду. О, великий блюзмен. А на самом деле, вот этот 80-ский Джон Ли Хукер с невероятным электрическим составом, это совсем не тот настоящий Хукер, который должен быть. Для меня вообще самый интересный его ранний альбом, где он вообще один играет на гитаре, там вот этот фолк-блюз и тому подобное. Но эта пластинка даже на фоне них абсолютно уникальна. Про Джона Ли Хукера ходят легенды, что он постоянно ругался с аккомпанирующими музыкантами. Вы понимаете, у него была концепция, никаких этих ваших музыкальных выкрутасов. А Джон Ли Хукер очень любил, например, чтобы песня была вся на одном аккорде. Вот уважаю мужчину. И вот ему дают все время аккомпанирующих музыкантов. Но он же сам как бы играл всегда один на гитаре, да? А стало уже модно, чтобы были барабаны, бас, все эти дела. Они, значит, все эти люди приходят и говорят, ну давай это, может все-таки еще аккортик добавим, там хотя бы припевчик сменим. Аккорд? Сменим? Да я тебе! В общем, Джон Ли Хукер был строгий дед и не любил вот этих вот всех, вот этих вот музыкантских дел. Тем более, давайте говорить откровенно, большинство его составов, с которыми его заставляли записываться, ну это были, честно говоря, обыкновенные эстрадные лабухи, да? Люди, которые консерватории не заканчивали, поэтому особенно хорошо, так сказать, относились к серьезности звукоизвлечения и желали, чтобы было чуть посложнее. И тут лейбл «Импульс», это же величайший джазовый лейбл, на котором там Джон Калтрейн записывался, мой любимый вокалист Джонни Хартман, опять же, с Калтрейном у них есть величайший альбом на «Импульсе», с очень похожей обложкой. И вот сам Боб Тилли, великий продюсер всех этих лучших записей джаза того времени, он решил сделать все импушаемыми и дать Джону Ли Хукеру, вот этому, значит, пьющему упырю с одной гитарой, которая любит одну ноту, дать ему лучших сессионных джазменов, которые вообще есть на планете Земля, которые работали, собственно говоря, с «Импульсом». И эта пластинка записана именно так. А эти люди, вы понимаете, в чем фишка? Им не нужно, типа, вот, добавить аккордов. Им одну ноту дай, а они обыграют ее так, как будто не семь нот мы у нас в западной цивилизации используем, а все те двенадцать. В итоге пластинка музыкальная, ну, просто невероятно интересная. Причем, вроде как, абсолютно такой простой прямолинейный блюз, ну, в смысле того, что он очень минималистичный, очень такой аутентичный. Но каждая нота сыграно так, что ты просто, там такое движение, там такое напряжение в этой музыке. Понимаете, это вот, потому что музыканты того уровня, когда это не человек, который 15 минут соляк поливает, вот это вот, выпендривается, смотрите, как у меня пальцы ходят. Нет, это человек на том уровне исполнительского мастерства, когда три струнки дернул, но сразу понятно, кто здесь главный. Обалденный альбом, под который, конечно, так и подмывает махнуть скотча. И для примера я взял шотландский виски, который гордо несет название «Самые вкусные виски Шотландии». На самом деле, это такой красивый русский перевод, а по-английски это звучит «виски, где больше всего вкуса». Потому что, ребята, это Лафройко, тот самый островной так называемый виски с острова Айлой. О, господи. С невероятным просто ароматом вот этой так любимой нами шпалы. О, да, это то самое машинное масло. Ммм, гуашь, гуашь. И, конечно, святой креозот. Вот, кстати, думаю, Джон Ли Хукер пробовал Лафройко, куда же без него. А насчет употребления скажу вам одну главную вещь. Эта штука, в ней 48 градусов. И у нас, конечно, в России особенно, вот принято, что мужик должен пить вот частиком, крепыш, как положено. И вот люди хлопают его. Я уже даже вот не отважусь. Чтобы этот виски пить правильно, внимание, у нас это считают кощунством. На самом деле, как раз-таки англичане говорят «только так». Понятное дело, что я не предлагаю разбавлять его в два раза. Это вот буквально 3-5 грамм воды. Вот так. На английском называется «сплэш». То есть, плеснуть чуть-чуть. Зачем? Затем, что какой самый универсальный растворитель во Вселенной? Да, H2O. И вот она сразу же вызывает химическую реакцию, из-за которой весь этот креозот, шпалы и гуашь возгоняются в чашке. И ты сразу слышишь совершенно другой запах. Гораздо больше его. О-о-о. О-о-о. Ой. Хороша. В общем, ребят, если честно, я уже такой виски могу только пробовать. Пить его сил нет. Поэтому эта бутылочка в равной степени, как и эта пластиночка, остается в Петербурге, в стереозоне. Можете послушать, а также сказать, что вы посмотрели то самое видео Борзенкова «Похмелье с Мишей» и знаете, что здесь есть бутылочка Лафройга. И вам нальют. Как сюда идти? Все подробности по ссылке в описании. А у второй ссылки их ВКонтакте, где они каждую неделю разыгрывают разнообразные винилы. Тоже не пропускайте. Когда ж такое еще раздадут?